Залп почетного караула развеял сегодня тишину Липецкого городского кладбища. Почтить память летчика-снайпера Олега Пешкова пришли родные и друзья пилота, представители власти и сослуживцы. Возложить цветы к памятнику Героя России приехал почти весь состав Липецкого авиацентра. Мы, конечно же, поддерживаем и семью, общаемся, дружим, помогаем настолько, насколько это возможно, и морально, и общением, и стараемся решать вопросы семьи, ну и поддерживаем так, как это можем. У Олега Пешкова осталась супруга Елена и двое детей. Дочь первокурсница Санкт-Петербургского университета. Сын учится в 30-й школе Липецка. Она носит имя летчика. Со дня трагедии прошло ровно два года, но ноябрь для этой семьи навсегда останется самым печальным месяцем в году. Хожу тоже в боевое братство. И батюшка вот нас собирал и говорил такие слова, которые вот они такие простые, нужные, что вы скучаете по ним. Так вот я по ним скучаю. Я, наверное, тоже в душе летчик, все равно жена. Ну, как знаете, я всегда говорю, есть жены летчиков. Это тоже наша сложная профессия, быть женой летчиков. Есть жены подводников, которые ждут по 9 месяцев. У меня не было ревности в полет. Олег Пешков прошел путь от летчика учебного авиационного полка до начальника воздушно-огневой тактической подготовки авиационного соединения. Награжден шестью медалями. За время службы освоил пять типов самолетов. Налетал более 1700 часов. В Липецком авиацентре Олег Пешков служил с апреля 2009 года. Не зря говорят, что человек жив до тех пор, пока о нем вспомнят. Сегодняшний памятник, я думаю, будет постоянно содержать цветы и внимание липчан, сослуживцев и вечная ему память. В музей 30-й школы, посвященный Олегу Пешкову, сегодня передали бюст летчика. На торжественные церемонии открытия приехали однокурсники пилота. Вспоминая, как он помогал им во время обучения и играл на гитаре, офицеры не смогли сдерживать слезы. Человек закончил училище с золотой медалью. Вне зависимости от распределения, такие были правила в Советском Союзе. Человек, закончив училище с золотой медалью, он мог выбрать место. Просто сказать, я хочу туда. Ну, естественно, как правило, люди выбирали. Это был хороший бонус. Выбирали самую лучшую часть, там, за границу, лучший самолет и так далее. Олег не пошел. Он выбирает фронзы и говорит, я летаю на МиГ-21, значит, вы будете переучиваться. Теория, практика, еще неизвестно, как и что. Минимум полгода. Полгода вы не будете летать. А что будет дальше, неизвестно. Нет керосина, нет топлива, Союз развалится. Он говорит, а я хочу летать. Липецк не забывает своего героя. Имя Олега Пешкова увековечили на граните на площади авиаторов. Его честь назвали одну из улиц областного центра. Школа в Хрущевке теперь тоже имени Пешкова. Возможно, в ближайшее время в Липецке появится и памятник герою. Сейчас родственники и липецкие скульпторы обсуждают концепцию монумента. Алексей Кравченко, Михаил Жилкин. Липецкое время.